Итак, давайте откроем несколько мест Священного Писания. Колоссянам 2.4.8 и 2. Коринфянам 2.17. Колоссянам 2.4.8 и 2. Коринфянам 2.17. Итак, начинаем с первого стиха. Начнем с первого стиха. Это говорю, да, для того, чтобы кто-нибудь не прилистил вас кратчевыми словами. Ибо хотя я отсутствую телом, но духом нахожусь с вами. Радуясь и видя ваше благоустройство и твердость веры вашего Христа. Поэтому, как вы приняли Христа Иисуса Господа, так и ходите в нем. Аминь! Я тебе хочу сегодня эти же слова вложить в дух. Как ты принял Иисуса Христа, так и ходи в нем. Аминь! Пусть никто не нарушит твоих благословенных, сердечных и простых отношений с ним. Великий Бог, будучи укреплены и утверждены в нем, и укреплены веры, как вы научены, вы успеваете в ней с благодарением. Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией и пустым обольщением. По преданию человеческому, по стихии мира, а не по Христу. Восемнадцать. Никто да не обольщает вас самовольным смирином мудрием и служением ангелов. Вторгаясь в то, чего не видел, и безрассудно надмиваясь плотским умом своем. Не держась главы, от которой все тело, со ставами и связями, будучи соединяемой и скреплены, растет возрастом Божьим. Итак, четвертый стих. Это говорю я для того, чтобы кто-нибудь не прильстил вас в кратчевыми словами. Почеркни это слово, не прильстил вас в кратчевыми словами. Восьмой стих. Смотрите, чтобы кто не обольщает вас философия пустым обольщением. Почеркни это слово, не обольщает вас философия пустым обольщением. Восемнадцатый. Никто да не обольщает вас. Самовольным смирином мудрием и служением ангелов. Итак, чего ты должен опасаться в последнее время? Первое. Чтобы кто не прильстил тебя. Раз. Чтобы никто не обольщает тебя. Два. И чтобы никто не обольщает тебя. Три. Поэтому, как ты принял Иисуса Христа, так и ходи в нем. Аминь. Аминь. Открываем второе коринфянам. Отвером 2 коринфянам. Два семнадцать. Два семнадцать. Два семнадцать. Два семнадцать. Аминь. Для одних запаха смиртоносный на смерти. А для других запаха живительный на жизни. И кто способен к этому? Ибо мы не повреждаем слово, как многие. Но проповедуем искренне, как от Бога, перед Богом, во Христе. Второе. Вы наше письмо. Написанное в сердцах наших. Узнаваемое и читаемое всеми людьми. Вы показываете собой, что вы письмо Христова через служение наше, написанное не чернилами, но духом Бога живого. Не на скрижалях камене, но на плотиных скрижалях сердца. Такую уверенность мы имеем в Боге через Христа. Такая уверенность у нас через Господа во Христе Иисусе. И так эти два места связаны от одной важной мысли о том, что наша вера должна базироваться и утверждаться на неповреждаем слове Божьем. Тогда, когда ты принимаешь неповреждаемое слово. Слово Божье устрояет из тебя дом духовный. Слово Божье превращает твое сердце в скинье у Бога с человеком. Слово Божье превращает тебя в новое творение. Слово Божье превращает тебя в храм, в котором живет Дух Святой. Слово Божье превращает тебя в письмо Христова, которое узнают все люди. Они будут знать, что ты принадлежишь Господу. Потому что Дух Божий преобразит тебя. Твое лицо, твои глаза, твои слова, твою походку, твою жизнь и всю твою судьбу. Потому что Слово Божье живо и действенно, и оно острее мечавает до острова. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов. И судит по мышлению и намерения сердечные. Слово Божье, которое исходит из уст Божьей. Оно не возвращается к нему четко. Но оно исполняет все то, для чего оно послание. Именно это Слово Божье мы проповедуем. И главным мирилом служения апостола Павла. Он везде заявлял о том, что мы не повреждаем Слово Божье, как многие. Это была привилегия проповедовать неповрежденное Слово. И утверждать такие церкви, которые являются столпом и утверждением истины. Дьявол прекрасно знает эту могущественную силу, сокрытую в неповрежденном Слово. Единственное, чего дьявол боится во всей Вселенной. Единственное, перед чем трепещит дьявол по всей Вселенной. Единственное, перед чем он капитулирует. Это есть неповрежденное Слово Божье, пришедшее к нам с неба. Ты должен уважать Слово Божье, ты должен любить Слово Божье, ты должен не повреждать Слово Божье, потому что именно неповрежденность превратить себя в подлинного служителя Нового Завета. Аминь. Почему часто у нас с Богом такие сложные отношения? Мы не понимаем, нравится Богу моя жизнь или не нравится. Или улыбается Бог сейчас, или он кневается. Очень многие люди имеют сложные отношения друг с другом. Это потому, что у него сложные отношения с Богом. Я тебе хочу сказать очень простое правило. Я сегодня буду говорить весьма простыми категориями. Сложные отношения с людьми. Это сложные отношения с Богом. Простые отношения с людьми. Простые отношения с Богом. Отношения человека к человеку. Это иззеркальное отражение. Отношения человека к Богу. Аминь. Никогда не верю, что человек, который отчаянно любит Бога, ненавидит брата своего. Такого не может быть. И он говорит, кто говорит, что я люблю Бога, а брата своего ненавидит. Тот лжец. Тот лжец. Так не можно. Так нельзя. Это невероятно. Ты не можешь любить Бога, ненавидеть брата. Ты ненавидишь брата, потому что ты не любишь Бога. Как ты можешь любить брата, которого видишь? И любить Бога, которого не видишь. Какие отношения у тебя с Богом будут у тебя? И так, каким образом должны строиться отношения друг к другу? По слову Божьему, здравствуйный закон в нашем сердце Иисус Христос, который приходил с неба на эту землю, он сказал отцу, вот иду, отче, исполнит волю твою и закон твой у меня сердце. Аминь! Почему Иисус был абсолютным человеком? Почему Иисус не сделал никакого греха? Потому что Он сокрыл закон Божий в своем сердце. Иду исполнить волю твою и закон твой у меня в сердце. Аминь! Когда Слово Божье в твоем сердце, твоя жизнь изменится. Твоя жизнь будет как жизнь Иисуса Христа. Ибо в нас должны быть те же чувствования, которые во Христе Иисусе. Нас должны быть те же чувствования, которые и во Христе Иисусе. Когда Иисус пришел на землю, простота Иисуса вышибала из колеи всех фарисеев и саддукеев. Вы понимаете, что сам Иисус он был настолько прост, что его многие люди не понимали. Типичные фарисеи, профессиональные служители, они имели профессиональные одежды, они имели профессиональные колпаки, и у них были уже накатанные профессиональные отношения к людям. Знаете, вот такие профессиональные ксензы, они уже имеют профессиональную проторонную дорогу. Они останавливались на углахулись, говорили, отец тебе, мы приходим к тебе, мы вот такие святые, и все люди окружают Ира, как вам, смотри, святой, смотри, это учитель, мацитая, мацитая, смотри, святой молится даже на улице, а, о, и они говорили, учитель, 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 учитель. Иисус никогда не молился на глазах у людей. Амэн. Иисусу претила все это богохульство и святотатство. И потом так просто Иисус ходил в синагогу и говорил, вы грабы крашены? Кто? А вот эти, которые молятся на улице, которые читают закон Моисея каждую суботу. Как? Мало того, он говорит, берегитесь этих людей. Они опасные люди. Они лицемеры. Знаете, что такое лицемерие? Это сложная жизнь. Это когда внутри ты думаешь одно, а делаешь другое. Когда человек внутри имеет свою тайную жизнь, а явная жизнь другая. Который говорит, не кради, а сам крадет. Который говорит, не лжесвидетельствуй, а сам у жоп. И люди теряются. И люди не знают, кто это такой человек. Сложные отношения. Там, где лицемерие. Там, где ложь. Там, где фарисейство. И поэтому сложные люди, лицемерные люди, они терпеть не могли Иисуса, у которого слова не расходились делами. Аминь. Аминь. Иисус говорил так, как Он жил. Аминь. Аминь. Он говорит, если вы не верите моим словам, вы поверьте моим делам. Если вы не верите моим делам, вы поверьте моим словам. В общем-то, это не мои слова. Это слова пославшего Меня Отца. Это простота. Она выпивала. Выпивала всех мудрецов. Потому что никто из них не мог заявить ничего подобного. Иисус стоял и говорил, кто обличит меня в неправде. И все опускали руки. Ну, у кого не было ни одного аргумента. Иисус мог сказать, вот идет я с мира, и он мне ничего не имеет. Люди умолкали. Люди не могли ничего возражать. Это была убийственная простота. Запомни, простота во Христе может быть только во Христе. простота может быть только во Христе. Никогда простоты не может быть вне Христа. Аминь. Если ты знаешь Иисуса, ты будешь прост. К Нему можно было достучаться. И днем, и ночью к Нему могли подходить и блудить. И мытари, и фарисеи. И его пригласил один Симон. Фарисей. Вы знаете, Иисус не побрезговал. Он был очень прост. Приглашает фарисею. Пойду покушайся. Может быть, ты бы не согласился. Ты сказал, ааа, что это? Асквернюсь вдруг еще случайно. Не пойду. Иисус был прост. Он пошел туда, сел за стол и смотрел, как гости занимали местах. И как правило, были такие невоспитанные, грубые люди. И были так грубые, неуденые люди. Иисус, жена, садитесь. Дети, садитесь. Садитесь папушка, дедушка. Расселись. Иисус сидел, смотрел. Иисус сидел, иисус сидел, иисус сидел. Он говорит, слушай, когда тебя призовут, у гости, никогда не лезь вперед. Некад не венеду. Вот сейчас зайдет поважнее гости. И хозяин скажет, дорогой, ну-ка давай убирайся подальше. Потому что это мой старый друг. Воевали с ним. Моцелись с ним. Садово котлой ели. Мы с тобой даже... Уселся весь кешлак. Давай двигайся сюда. Иисус просто прижал, и просто учил всех. Простым элементарным правилом этики. Венкарцуз этикс не комс. Вот такой простой был. Амин. Простота это не бескультурщина. Простота это высшая культура. Амин. Если ты видишь воспитанного человека, культурного, с ним легко. Просто. Он разговаривает с тобой, не плюет тебе в лицо. И когда он кушает, ты ничем не рискуешь. Ты ни по maiorски не рискешь. Амин. Есть такие люди, которые едят, и ты хочешь маску, какого ттенера, взять так вот веру. И таки человек, которые меда теннете, он, наверное, летает, что тебе сокрotte вещества, но и теплый полет. Он ест котлеты. Он ест котлет. Наслаждается на вилку. Он ест котлет. Он ест котлет. Он ест котлет. Он ест котлет. Та у него стакана проникнется, Та у него глази излит, Та у него что-то уронит, Та у него галстук салат попадет. Та у него шлепти салатами и ухлопит. И ты смотришь, уже сажен. Ухлопит. Ухлопит. Какая простая. Ухлопит. Ухлопит. Тракт не может быть. Знаете, я был культурным человеком. Он умел кушать. Он умел кушать. Не чавкай. Он умел кушать без клюми. Аминь. Аминь. Есть такая простая. Есть такая простая. И так. Я молился, я возлагал руки. Ну да, я сладусь. Слушай, не подавись только, когда возлагаешь руки. Не отрежь, только когда ты улетишь руки. Аминь. Иисус знал, что говорить. Иисус знал, что говорить. Всем невеждам. Всем воспитанным людям. Всем воспитанным человеком. Аминь. Я начал учить всех. Просто попросту сидит. Мы с вами венкарщилибой сидим и начнем. А ты сегодня боишься быть простым. Ты лицемеришь, когда видишь невоспитанного человека. Ты боишься сказать правду. Почему? Потому что религиозным. Потому что страх человеческий. Ты боишься обречить человека. Христос никого не боялся. Перед ним попс стоял. Он говорит, ты порождение хитнины. Ну, по-украински. Ты кодла, гаджи. Ты такс и такс. И ты не убежишь от гнева Божья. Иисус дорази можно так говорить. Можно. Это простота. Назвать вещи своими именами. Аминь. Что такое простота? Назвать вещи своими именами. Если гаджи, значит гаджи. Если свята, значит свята. Аминь. Там было несколько семинаров. Первый из этих семинаров, как садиться в начале. Потом ты тоже здесь смотришь. Не попадя откуда. Берутся люди. И так вернутся куда-то вперед. Смотришь так вот. По простоте. И ты так смотришь, как они венкарщибе стоят. Как ты можешь вылазить. Вот так вот. Господа. Осторожней. Узманненько. Чтобы поважнее люди не пришли и не сказали вам. Ам, чуть-чуть подальше. На балконе сеть. Вы должны не нарываться. На простоту. Аминь. И там стояла фарисия. И он смотрел. И он говорит. Слушайте, вот. Ты можешь объезжаешь и нас, законников. Он и им прочитал семинары. Вам говорят, законники. Потому что вы налагаете такие большие неудобно вносимые времена. Времена на людей. Сами не можете даже и пальцем двинуть. Христос ни перед кем не заискивал. Иисус ни перед кем не заискивал. Вы понимаете, что такое простота в христе? Это быть тем, кем ты есть. Это значит презирать компромиссы. Это значит быть абсолютно свободным от всякого человеческого страха. Это значит знать того, в которого ты веришь. Это значит быть убежденным сто процентов в своей правоте. Знать истину и знать помазание. Аминь. Это простота. Это простота. Писание говорит. Будьте просты. Будьте мудры, как змеи и просто, как головы. Вы понимаете? Господь призывает нас к простоте. Потому что простота – это отражение божественного характера. Аминь. Бог желает, чтобы его собственный характер отразился в нашей жизни. И когда ты познаешь истину, и чем больше ты познаешь Бога, тем проще твои отношения с Ним. Чем ты начинаешь понимать простоту Евангелия. Ты начинаешь понимать действенность каждой строчки. Ты начинаешь понимать, как могущественно это слово действует в нас. Я помню недавно один мужчина ко мне подошел и говорит, Алексей, ты знаешь? У меня прожив произошел вере. Честно признаюсь, я тебя так ненавидел. Я тебя терпеть не мог. Я приходил в церковь. Моя жена покаялась, а я потом следом. Это типичная ситуация. В атаку идут женщины. И мужчинам ничего не остается делать. Ну то же самое, что в Едеме было то, что сейчас женщины берут реванш. И там женщина первая двинулась. К запрещенному плоду. А сейчас где его жизнь. Будьте благословены женщины. Святы. Амээээ. Аллилуйя. Я так ненавидел церковь. И когда я первый раз пришел церковь. И когда я первый раз пришел церковь. Первое, что мне поразило. Я посмотрел. Я посмотрел. Ну смотри. Ну смотри. Такой мелкий дурач от всех. И все смотрят. И подракивают. У них прячут. Понимаете, простота во Христе вышибает всякий интеллектуальный ум. Всего интеллигентного права. Это наша победа. Простота во Христе. Аминь. И говорит, я сел слушать. Ну меня ж не дурачишь. Но после двух собраний уже было дурачим. Потому что начал читать Библию. И потом прошло несколько времени. Я видел, как возлагали руки здесь. Понимаете, что духовный опыт для многих людей сегодня кажется китайской грамотой. И многие думают, оооо, это только Христос мог исцелять. Это только апостол. Это только Бенни Хин. Это только там орал Роберс. Или Билли Грэйн. Это баптистский кумир. И куда там нет. И куда там нет. Я хочу сказать, что... Простотта во Христе это есть критерий духовного опыта. ... 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 Амин. И ты боялся, и дьявол. Что делает дьявол? Дьявол подходит к тебе. И мы с вами прочитали эти три вещи. Что дьявол делает? Дьявол, во-первых, повреждает Слово Божие. Дальше он приличает вкратчивыми словами. Спокойся. Да не будет этого степа. Все равно тебе ничего не получится. Это не для тебя. И предлагает взамен философию. И пустое обольщение. Я ознакомился с такими трудами, которые свидетельствуют, что Пятидесятница была однажды, так же, как Голгофа была однажды в истории человечества. Точно так же и феномен Пятидесятницы. Языки и чудеса. Они уже были и закончились в первом веке. И большие они не должны повторяться. Кто слышал такую философию и пустое обольщение. И я тоже. И вот вы знаете, когда дьявол повреждает Слово Божие, люди умудряются так Слово Божие читать, что в упор не видят ни крещения Духом Святым со знаменем языком, ни исцеления Божия, ни дарова Духа Святого, ни чудесной сверхъестественной жизни во Христе. А можно себе представить, людей поврежденного ума. Они читают Библию, смотрят в книгу и видят фигу. Они в упор ничего не видят. И они абсолютно ничего не видят. Что Христос дал нам? Дедам своим? Они ничего не видят. Почему? Дьявол обольстил. Дьявол повреждал Слово. Дьявол повреждал Он. И поэтому они занимаются чем? Занимаются самовольным смирином мудрием. Если я болею, воля Божия, слава Богу, слава Богу за радикулит. Прославлю Бога радикулитам. Благодарю Богу взял. А тут на следующий день понос прохватил. Слава Божия умножается. Я еще больше смиряюсь. Благодарю Богу. Люди поврежденного ума. Благодарят Бога за подарки дьявола. Аминь. Люди поврежденного ума. Приходят церкви. Видят радость во Христе. Видят радость во Христе. Дьявол. Дьявол. Смотри, что церковь устроила. Дискотека. Танцы. То, что делает дьявол, эти люди поврежденного ума. Называют делами Божьими. Болезни. Понос. Запор. Парадонтоз. Хандроз. Слава тебе. Если люди радуются. Свободные. Изцеленные. Здоровые. Дьявол. 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 Что это такое? Это люди поврежденного ума. У них все наизнанку. Аминь. Берегись, чтобы дьявол твою мозгу не поврежден. Аминь. Как важно. Следить за тем, кто говорит тебе. Что ты слушаешь. Что ты слушаешь. Потому что дьявол клевечит на истину. И Павел не зря. В течение одной главы. Три раза. Пригупреждает. Смотрите, чтобы кто не пристил вас в кратшем словами. Смотрите, чтобы кто не увлек вас в философии. Смотрите, чтобы кто не обвестил вас в свободном смирении. Смотрите в оба. Смотрите в оба. Ты видишь меня? Смотрите в оба. Ты слышишь меня? Слушай в оба. Чтобы кто не пристил тебя. Чтобы, как ты принял Иисуса Христов. Так и ходил в нем. Аминь. Амен! Иисус такой, как он есть. Ну и вот этот вот мужчина. Он говорит, я остался однажды дома. Жена у шланга чек. Вот ребенок. Весь в жару. Горит. Температура. Я один. Что делать? Иногда Бог тебя в углу так поставит. И заставит тебя познавать простату во Христии. Амен! И вот он говорит, я смотрю на этого ребенка. Ну что делать? Хорошо, что дома никого не было. И я решил испытать. Я положил руки на него. Ну и помню наставление. Кто больше всего возмущается, тот быстрее всего Богу придет. Амен! И поэтому, когда ко мне подходят люди, женщины говорят, мой муж не пускай. Он говорит, уйду! 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 Я улыбаюсь. Ну что ты улыбаешь? Что ты улыбаешь? Потому что он никуда не уйдет. Он придет и не уйдет. Амен! И вот он. Помню, как наставление было. Он сказал, что я сочетал, как меня помочь. Он улыбнул рукой. Я говорю, именем Иисуса Христа. Я тебе приказал горячка. Я тебе приказал горячка. Убирайся вон от моей дочери. И на всяком случае на языках немного помолился. И, если только прочестно, будет блоков ворота, себе улыб پ seamless. У базовой бабоках ворота заканутся. Вы знаете ? У вас знали ? Не успел это «шабабаб» как-ми улыб Kryста. Вот тогда забeses chínhу. Я говорю, что яABЛHАГАС. Я был изъ 22 июня. Мин region Goku. Над моей вдawsом. Как будто… То неожидно быть свеж明ки в принципе. В температуру correct. Глубки от libстрее. Он проснулся из пар Vaiницу… Глубки от험. Я шеграю закрава. В температуру. Я начну, как дурак, как кайп, подумал. У меня как думаешь, начну лекать. Аминь! Жена заходит. Съева винает. А я! У меня лекает. Прецает. Акад, что? Что с тобой? Что с тобой? Работает. Страдает. Кто работает? Что срадает? Действует. Ну, работаешь? Как работаешь? Вера. Действия. Аминь! Так просто. Вера. Действия. Это послушание. Это по слушанию ровной слов. Узлешь руку зослим. Аминь! Ты говоришь, что не может быть. Это для тебя не может быть. Но для верующего все возможно. Действия. Все издево. Аминь! Аминь! Просто это христиан. в конечном счете базируется на послушании. Если вы не умолитесь как дети, вы не войдете в Царство Божие. Только Царство Божие это область сверхъестественного опыта. Аминь? Если вы не умолитесь как дети, вы не войдете в область сверхъестественного опыта. Простота во Христе предполагает послушание. Там, где нет послушания, Там никогда нет простоты. Там, где бунт, там, где противоречие, там, где возмущение, там всегда будет сложность. И полный ноль духовного опыта. Аминь. Есть люди, которые постоянно спорят, доказывают, я как своим родственникам не попаду, постоянные у меня дискуссии. А зачем языки? А зачем откровения, пророчества? Сплошные споры и вопросы. И никакого результата и плода. Аминь. Простота во Христии базируется на послушании Слово Божьего. И именно послушание рождает простоту. Я сегодня хочу коснуться вот этой грани послушания и простоты. Послушание и простоты. Откуда рождается сложность? Сложность рождается в тот момент, когда мы пытаемся придумать велосипед. Когда мы пытаемся придумать то, что уже давно придумано Бога. И ты говоришь, придите ко мне, я отвечу тебе, я покажу тебе, как поступать. И все просто решится. Но там, где нет послушания, там нет простоты. И тот, кто бунтует перед Богом, тот, кто бунтует перед родителями, тот, кто бунтует в церкви, это сгусток сложных отношений. Но тот, кто ходит в послушании, это люди в свободе и простоте. Аминь! Понимаешь, тот человек, который входит в теократический порядок, на любом уровне, который входит в послушании Слову Божьего, он, во-первых, прост, и, во-вторых, он максимально свободен. Аминь! Запомни, послушание – это не вход в тюрьму, это выход из темницы. Аминь! Это не вход в рабство! Послушание – это выход в свободу! Я говорю тебе, жена, войди в послушание мужу! Это не тюрьма! Это выход в полную свободу! Открытий космос! Открытий космос! Не понял, мужчины кричат или женщины? Аминь! Аминь! И запомни, жена, когда ты выход из послушания, ты не послушаешь. Выходишь из покорности. Ты издайнула послушание, мужа. Открытий космос, мужа, рабство, потому что ты взваливаешь на себя непосильную ношу, и ты никогда ее не вынесешь. Открытий космос, послушание, это есть ключ к простой Тебе Христии, и к свободе. Аминь! Аминь! Иисус Христос! Он был послушан отцу до смерти и смерти креста, поэтому он был прост и свобод. Аминь! Аминь! Тот, который говорит, я не мою волю тварью, но волю послабшую меня. Он дает мне с дарить свою волю послабшую меня. Поэтому он был в свободе. Поэтому он был прост. Поэтому он побеждал дьявола. Потому что он ходит в послушание. Послушание. Дает тебе шанс подняться вверх. Он был послушан отцу до смерти и смерти креста. И поэтому Господь возвысил Его имя превыше всякого имени, чтобы перед именем Его склонилась всякая колена в небесных землях и приспой. Амин. Это все так просто. Войди в послушание. Пусть муж отвечает. А ты войди. Ведь ты же замуж вышла. Не муж высыл за жену а жена вышла замуж. Так просто. Амин. И придет свободу. Придет благословение. Когда церковь имеет свободу. Когда церковь престан. Когда церковь ходит в послушание своему жене. И когда я ходу в послушание слову Божьему. Я просто. Амин. Но что не я отвечаю за последствия. За кам? А за последствия уже отвечает тот, который дал мне это слово. Амин. Амин. Вы понимаете, в чем простота? Что не я виноват. Не я придумал это. Не я виноват. А если ты хочешь выяснить со мной отношения. Я пашу не знаю, куда я. Я пашу не знаю, куда я. А если ты меня обидишь? Я пожаложусь. Смотри тогда. Я не обидел obliged. Не заб historical. Так просто. Амин. Многие начинают отстельевать. Нет, нет. Так вы знаете, Павел говорит, для меня все равно, кто как говорит, кто что делает, я знаю, что в послушании Слово Божьего великая сила, великая победа и самовольным смиренным мудрием мы не занимались, не занимаемся и заниматься не собираемся. Аминь. Писани говорит, самовольная смиренная мудрия. То есть какой смысл это? Когда тебе Бог не говорит это? А ты придумал. А я вот так буду делать. Слово Божьего так говорит. А я буду вот так делать. И как правило ты придумаешь, всегда модели нам много сложнее. Чем так, которую тебе дает Бог. Запомните, что самовольная смиренная мудрия, это и злобная атака на веру. Злобная атака на простоту во Христе. Но что плотские помышления это война против Бога. То, что рождается в твоем разуме. В поврежденном разуме, в котором нет Слова Божьего. Это всегда война и вражда против Бога. Запомнишь, что дьявол ищет, кого бы кого поразить. Повредить Слово Божье. Повредив Слово Божье, повреждает разум. А люди поврежденного ума, способны на всякое безумие. Безрассудно надмиваясь плотским своим умом. Что такое самовольная смиренная мудрия? Самовольная смиренная мудрия. Это ист продукт поврежденного плотского ума. Который воюет с Богом. То, что мы делаем. Павел говорит, что мы не повреждаем Слово Божьего. Павел говорит, что мы не помышляем Слово Божьего. Но мы проповедуем его перед Богом. Судином Деву прежде. Бахрисия Иисуси. Аминь. Не держась главы, от которой все тело составами и связями, будучи соединяемой и скрепляемой, растет возрастом Божьем. Не держась главы. Понимаете, самовольная смиренная мудрия. Это ист продукт личной инициативы. И когда человек не держится главы, которая является Богом. Тогда приходит проклятие. Приходит проклятие. Бог всегда окажется сильнее. Бог всегда окажется победителем. Всякое самовольное смиренно мудрие служение обречено. Аминь. Вы понимаете, когда мы сегодня служим Богу? Берегись самовольного смиренного мудрия. Запомни всякая сложность, всякие тупиковые варианты ситуации, которые загоняют тебя в невыносимые лабиринты. И ты не можешь найти выход. Десантин говорит, остановитесь на путях ваших. Остановитесь в лабиринтах ваших. И рассмотрите, где путь добрый. Рассмотри, какие мотивы руководят тобою. Ходишь ли ты перед Богом или ты угадаешь людям? Руководит ли тобою Слово Божие или мудрость человеческая? Человеческая гнушная сущность, которая всегда хочет нарушить порядок Божий, вытес повиновение, нарушить послушание и занять то место, которое Бог ему не определял. Господь терпеть не может гордость, и это есть старая скаленная стрела, это есть тот снаряд, это есть та бомба, которая дьявол повреждает разум человеческий. Понимаете, что дьявол ищет слабые места. Дьявол ищет слабые места. Поэтому Христос говорит, смотрите, чтобы кто не обольстил вас. Поэтому Павел говорит колоссианам, смотрите, чтобы кто не обольстил вас. Смотрите, чтобы как змей не повредил сознание Евы, чтобы и ваше сознание не повредилось, уклонившись от простоты во Христе. Когда ты слышишь, что кто-то оспаривает Слово Божьего, кто-то оспаривает авторитет помазанникам, кто-то оспаривает помазанный опыт, никогда не открываешь свой разум, противостояни дьяволу твердой веры, и он убежит от тебя. Аминь. Никогда не позволи никому победить Слово Божье с твоим мышлением. Никогда не позволи бунту родиться в твоем сердце. Запомни, отцарьтесь, основанием, веры, простатыва Христи, послушание Слово. Главное, это послушание Слово. Послушание Слово. Послушание Слово. Да не знаю, какие бесы, не знаю, как бы глянули разум. Истарьтесь, с интерьером Ассалоном. Он затеял глубокий план. Он вышел из починения. Самовольная смена мудрис. Самовольная служение. Паша калпошение, которая базируется на гордости. Числавие. Амбиция. Человеческом Слове. Оно начинается внутри. Оно начинается внутри. Так же, как на небе. Дьявол сначала внутри замыслил. Зайду на высоту. Подниму свой престол. Стану равным Богу. Поднесусь выше звезд на бесстрах. Буду равным Богу. Меня не устраивает это подчинение. Меня не устраивает этот порядок. Проклятие придет. Вы знаете, Бог просто низверг на тебя с высоты. Когда ты уклоняешься от простоты во Христе. Тебя ожидает великая трагедия. Когда ты выходишь из послушания Слову Божьего. Когда ты выходишь из послушания теократического порядка. И приходит проклятие. И Ависалом. Он начал вкрадываться в сердца людей. Там, где искренность. Там, где Божий порядок. Народ приходит. К Давиду. Простые отношения. Они идут к Давиду. Они хотят встретиться с Давидом. Они хотят получить совет от Давида. Они знают, что Давид помазанник. Что он поставлен к Богу. И у него есть авторитет. И поэтому они идут к нему. И тут кто-то останавливает. Обнимает. Вы знаете. Давид занят. У тебя так много дел. Вы знаете. Если бы я был царем. Я бы вот. Удовлетворил бы все ваши проблемы. Берегись такого Духа Веселома. Который в твои простые отношения. Вклинивается. Какими-то странными, загадочными. Сомнительными доктринами. Это и есть самовольно-смиренно-мудрение. Которая издревле проклята. И которая навлекает смерть. Всякому человеку. Который не держится главы. Господа. Аминь. И мы знаем этот причальный опыт. Веселома. Понимаете, чем заканчивается самовольно-смиренно-мудрение. Уклонившись от простоты во Христе. Создавая свои собственные пиры. Однажды приходит возмездие. Бог гордым противится. И поэтому он отверк. Он отверк Ави Солома. И, а Ави Солома нашли, он висел между небом и землей. Позорная безславная смерть. Позорная безславная смерть. Позорная безславная смерть. За то, что человек уклонился. Поврежденный разум. Вастать против отца. Устроить государственную переворот. И, а потом так безславная, так позорная, так позорная остаться где-то в яме. Запомни, гордость. Гордость никогда еще никого не прославила. Гордость еще никогда и никого не прославила. Гордость приносит позорный и безстыдный конец. Потому что Бог противится гордым. И уча всех гордецов и лжецов, это позор. Это позор. Берегись ложного, смиренного мудрого. Пусть никогда дьяволу не удастся повредить в твоем мышлении простоту. 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 Гордость предшествует падению. И мы видели, как Агисалом позорно закончится. Самовольная смиренно мудрость. Это всегда сложный, сложный лабиринт отношений. Адония объявил себя царем. Это глупость. Гордость помрачает разум. И когда встречаешься с людьми. И смотришь. И смотрит. Поврежденный разум. Собожает запрати. Гордость повреждает вам. Ты спрати, лепность собожает разум. Гордость слипает разум. Лепность апжилбина запрати. Адония взял. Адония взял. И провозгласил себя царем. И он собрал своих друзей. И говорит, я царь. И говорит, я царь. И говорит, я царь. Ну, вроде как мой дядя самый честных правил. Ну, как мой дядя самый честных правил. Он Бог. Вы понимаете? Самовольно, смиренно, мудро. Берегись этой важности. Берегись. Быть не тем, кем ты есть на самом деле. Даю тебе очень важный совет. Никогда не садись в чужие сами. Придет время. Придет хозяин. И скажет, кто тут временный? Слазь. Слезешь. Из чужих самих. А мы сядем в столь и сами. Аминь. Адония. Боже, гордость омрачает разум. Я видел моих друзей, которые выходили из нашей церкви. Но я начну церковь. Я чувствую призвание. Не Бог сказал. Не Бог сказал. Не Бог сказал. Другой говорит. Не Бог сказал. Не Бог сказал. Фирма открывает. Фирма открывает. Не Бог сказал. Девс манн. Помоги не присутствует. Мы с вами сквисты садились. Ладно. Потом смотрели. Почти как Кови Солома. Без маст Кови Солома. Ап Солома. И берегись самово, не смиренно, мудро. Саргись. Паши с домом, паскал. Этими людьми движет гордость и непослушание. Аминь. Значит, что непокорность такой же грех, как колдовство. Аминь. С этими людьми трудно разговаривать. Они полны обидцей. Они полны хвастовства. Из них как из рога изобилия. Постоянно сыпятся какие-то почти маразматические идеи. То он уже весь район спас. И вообще, знаешь, если бы он не родил, если бы он сегодня не встал, утром солнце бы не встал. Ну, послушайте, что просто трещи от мозги. Гордость ослепляет разум. Берегись гордость. Аминь. Это самый вонючий без. Аминь. С этим человеком не может быть простых отношений. Тебя ставить не во что? А что там он молится? То ли дело, я молюсь. Да что там его чейка? Сбор каких-то коллег-инвалидов. А я и чейка. И, знаете, аж тошнит. Гордость. Бессы. Непослушание. Человек не имеет перспективы. Человек, которым движет гордость. О, это человек очень склонен к самовольному смириному мудрю. И это смириному мудрю закончится абсолютным крахом и позором. Открой, пожалуйста, Деяния апостола. Деяния апостолов. Открой. Здесь очень интересная глава. Есть пятая. Пятая глава. Ты понимаешь? Апостоли начали проповедовать. Апостоли начали проповедовать в Иерусалиме. И вся религиозная оппозиция встала на ноги. Вы знаете, дьявол ненавидит живое движение пробуждения. Дьявол ненавидит Дух Господень, через который приходит свобода. Дьявол ненавидит теократию. Дьявол любит демократию. Он желает устраивать революции, бунты, стачки, забастовки. Он желает сталкивать упами людей. Но когда он видит единую церковь, послушание Богу, когда приходит крак, тогда дьявол начинает клеветать, бросать грязь, и говорить, это не так. Это не так. Они неправильно. Им надо запрятить. Полиции надо дать указания. Организациям надо дать указания, чтобы не дали ненеговоренности. Но что это сектор. И как угодно. Лай на всех уровнях. И понимаешь, там была такая же ситуация. С 34 стиха был вопрос о Первопосторской церкви. 33. Слыша это, они разрывались от гнева и умышляли умертвить их. И знаете, кто это? Это 17 первосвященник же, и с ним все принадлежащие к ереси садукейской исполнили ярости, зависти, и наложили руки свои на апостолов, и заключили их народную темницу. Ты понимаешь, да? Это не полиция. Садукей священники. Это религиозные лидеры. Это люди поврежденного ума. Люди, которые чужды слову Божьему. Которые объявили войну пробуждению. И в то время, как Церковь Божия исполняется Духом Святым. Эти люди исполняются зависти, гнева и ярости. Исполнение Духом это всеобщее явление. Только разным Духом. Аминь. Одни исполняются Духом Святым, вторые исполняются ярости, и арестовывают. Скандал. Скандал. Разбор. Что такое? Что нам делать с ними? Синедрион заседает. И стал Гамалеем. Законоучитель. И он приказал вывести апостолов на короткое время. Никогда не бойся конфронтации. Никогда не уклонись от простоты во Христе. Даже если придется тебе быть арестованным. Вы понимаете, для Слова Божия нет уст. Во имя Иисуса пробуждение не остановит аресты. Во имя Иисуса Христа нет таких баррикадных барьеров, которые могли бы связать Слово Божия. Которые могли бы остановить движение свободы. Во имя Иисуса Христа во имя Иисуса. Кого сына освободить, тот свободный будет. И его там заседание. Никогда не бойся. Если тебе скажут нет. Запомни, в лагере противника всегда Господь найдет Гамалеила. И он изнутри будет разрушать опозицию. Посмотрим. И он сказал, мужи израильские. Подумайте сами с собой о людях этих. Вы понимаете, что эти люди поврежденного ума они не могли рассуждать сами с собой. Они вас снова рассуждали с бесами. И поэтому он как бы их приводит в себя. И говорит, рассудите сами с собой. Амин. Иногда требуется такое призвление. И сказал, что нам делать с ним. И он начал анализировать некоторые обстоятельства. Он говорит, незадолго перед этим явился Февда, выдавая себя за какого-то великого. К нему пристало около 400 человек. Вы знаете, как много самозванцев является в последнее время. Это уже не новое. Это старо как мир. Самовольная смиримана мудрия. Явился некоторый Виссарион Петрович. И выдавая себя за великого. В начале было слово, слово было у Бога и слово был Виссарион. Выдавая себя за великого. И Виссарионы, они всю жизнь являются на короткое время. Аминь. И даже 400 человек пристало к Нему. Я хочу тебе сказать, что если тебя не посылает Господь, никогда не беги. Если Бог не дает тебе авторитет, никогда не выдавая себя за кого-то великого. Домогаться до славы. Не есть славы. Аминь. Домогаться до славы. Не есть авторитета. Но вот Фев доявился. Кто это? Это человек поврежденного ума. Это человек, который отказывается послушать, упослушиваться и подчиняться. Я больше чем уверен, что это был один из бунтарей Иерусалимской церкви. Это тот, который сказал, Павел неправильный, Петр неправильный, этот не так, это так. Я великий. Я сам церковь построил. И какой-то еще какой-то успех был. Люди еще не разобрались. Слева церкви. Чем заканчивается самовольная смирная нога? Послушайте, Бог гордин противится. Он был убит, и все, которые слушали его, просеялись и исчезли. Если ты не хочешь исчезли, приходи в ту церковь, которую Бог созидает. Аминь. Послушайте, чем заканчивается самовольная смирная нога. Дальше. После него, во время переписи, Иосаиуда, Галилеянин, увлек за собой довольно народа. Самозванцы тоже имеют какой-то авторитет. Аминь. Как Гебельс выразился. Чем чудовище не будет лож, тем легче в него поверят. Я сегодня проповедую всякую, всякую еручку. Что может быть дурнее? Глупее. Есть люди таких ответственного характера, которые верят в эту женщину. А кто ты говорит? Что твоя мама корова. А твой папа сел. Потому что инкарнировал. Мама была народной. Мама была народной. Мама была народной. Поэтому Хари Кришне. И Вилься Февда. И Вилься Иуда. И Вилься Иуда. И Галилеянин. И Вилься Висарьон Петрович. И Вилься Висарьон Петрович. И Вилься белая, черная, зеленая братства. Но он погиб. И все, которые слушали его, рассыпались. И вы знаете, этим людям так бы хотелось, чтобы вот эти апостолы, они тоже были детьми коровы. Чтобы они были такие же, как вот эти вот самые самозванцы. Чего так вот, чтобы и мы рассыпались. Чтобы и мы исчезли. Но всем врагам на зло. Мы не исчезли. Мы не рассыпимся. Мы не исчезли. Аминь. И Галил успокоил их. Тихо, 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 господа. Тихо, господа. Если, посмотрите, это очень важный принцип. Он был мудрый человек. Он говорит, изныне говорю вам. Отстаньте от этих людей. Отставьте их. Ибо если это предприятие. От людей. Оно разрушится. А если от Бога. То вы не можете разрушить его. То вы не можете разрушить его. Берегитесь. Чтобы вам не оказаться богопротивниками. Они послушали его. И призвавшие апостолов. Напоследок били. Зло сорвали. И отпустили. Аминь. Кто их бил, они исчезли и рассыпались. Никто не знает их соблюдения. Но то, что было с апостолами, мы проповедуем до сего дня. Аминь. Аминь. Ты должен понимать, что это простота во Христе. Как бы ее не топтали. Как бы ее не сжигали. Как бы над ней не смеялись. Не глумились. Не терзали. Не арестовывали. Как бы ее не выбрасывали. На обочину истории. И простота во Христе. Она была есть и будет. Потому что Христа невозможно уничтожить. Смерть не могла удержать его. Он воскрес из мертвых. И теперь не умирает. И теперь тот, кто во Христе. Он вместе с ним. Неуязвимый. Непобедимый. Он в огне не горит. И в его падении тоже. Перед ним трепешут бесы. Аллилуйя. И ты берегись. Оказаться Богопротивник. Аминь. Тот, кто противится Богу. Тот, кто сегодня может быть клевещет. Клевещет на простоту во Христе. Тот иметь будет дело с Духом Святым. Я должен тебе сейчас важную мысль сказать. Что тот человек, кто ходит в помазание. Он прост. Простота приходит в Духе Святом. Простота приходит в Духе Святом. Потому что Дух Святой является носителем божественного характера. Дух Святого является носителем божественного любви. И поэтому любящий человек. Он весьма прост в отношении к возлюбленным. Аминь. Аминь. Поэтому, когда ты начинаешь хулить Духа Святого. Ты занимаешься вещами криминальным. Аминь. 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 Смотри. Чтобы тебе не оказаться Бога противником. Ибо страшно впасть в руки Бога Святого. Иисус говорит, придите ко мне. Испытайте меня. Ощутите меня. И получите благословение. Итак. Берегись. Чтобы клевета дьявола не омрачила твоих отношений с Богом. Берегись. Чтобы никакие вкратчивые слова не отравили твоей веры и твоего богословия. Берегись всех самозванцев. Потому что их служение кратковременно, мимолетно, и оно будет разрушено. И уничтожено. Последняя иллюстрация. И после этого мы будем молиться. Клевета. Это то, что дьявол бросает на человеческий разум. Дьявол клевещет на истину. Дьявол клевещет на простоту. Дьявол ненавидит помазанника. Дьявол ненавидит порядок Божий. И поэтому он клевещет. Когда приходит дьявол. Никогда не принимай поношения на ближнего. Когда приходит дьявол. Никогда не принимай поношения на ближнего. Когда приходит дьявол. Не позволяй никогда дьяволу отравить твоих отношений с ближним. Не уклоняйся от простоты во Христе. Никогда не уклоняйся от простоты во Христе. Будь в простоте. Это быть в помазании. Запомни, когда ты в помазании. Ты прост. Ты легкий. Ты гибкий. Ты открытый. Ты легко можешь прощать. Ты просто на зло. Ты мудр на добро. Ты благословенный муж. Когда ты выходишь из помазания. Ты теряешь простоту. Меняется твоё отношение к жизни. К людям. К проблемам. К самому себе. Ты меняешься. Ты тот же самый. Потеряешь простоту. Когда ты потеряешь помазание. И когда Павел говорит. Смотрите. Чтобы кто не уклонился от простоты во Христе. Это означало. Смотрите. Не потеряйте помазание. Не потеряйте помазание. Не лишитесь Духа Святого. Не оскорбляйте Духа Святого. Аминь. Простота приходит в Дух Святого. Простота приходит в Духе Святого. Поэтому исполняйся Духом Святого. И в Духе Святого будет приходить этот характер Божий. Итак, дьявол клевещет. Дьявол переводит на русский язык клеветник. В этом месте написано, что он клевещет на братья в день и ночь. И когда церковь благословена, дьявол всегда найдет негодных людей, людей поврежденного ума. И человек, который откровен, открит, как ребенок, открит в рот, слушай, помазанников Божьих. Дьявол находят негодных людей, вкладывает ядовитые зерна и говорит, что вы его слушаете. Иисус пришел в Отечество, великий помазанник, муж Божий. И он говорил, а не о том, что лета Господня, что он пришел изгонять бесов, и что он пришел творить великие дела. И люди слушали. Сердце было открыто. Люди удивлялись. Такая простота, такая глубина, такая мудрость. Откуда он? И тут приходит дьявол, к левитнику, автор сам мнения. И он говорит, что у нас слушаете? Что вы слушаете? Плотников сын. Плотников сын. Что вы слушаете? Что вы слушаете? Вчера какие-то табуретки страдали, сегодня великим чудом человеку. Дьявол клевище. Дьявол клевище. И когда повреждается слово, повреждается вера, повреждается вера, человек ничего без веры не может получить от Бога. Аминь. Берегись. Если ты вчера был в восторге, если ты вчера радовался, выполнялся Духом Своем, вынимал Слово Божьим, принял Иисуса Христа, ходил во Христе. Как ты принял Иисуса Ходи в нем и никогда никому не позволит повреждать твоего основания, повреждать слово, повреждать веру, повреждать авторитеты Божьих помазанников. Аминь. Дьявол ходит, как выключили. И когда ты слышишь какие-то разговоры, тайные, здесь надо разобрать. Все что? А я слышу, а я то слышу. Во имя Иисуса, изгоняй бесов. Изгоняй бесов, пусть твои отношения будут простыми. Пусть твои отношения будут искренними, сердечными. И когда ты видишь, что в твои отношения вплетается политика, дипломатия, авантюры, интриги, это проклятие, это начало падения, никогда не позволяй вам усложнять твоих отношений с твоими ближними и с повреждением Божьим. Аминь. Аминь. Дьявол ходит, как выключили. И посмотри, последняя иллюстрация, вы можете... После таких дел и верности пришел Синахирим, царь ассирийский, вступил в Иудею и осадил укрепленные города и думал оторвать их себе. Второй параллель по минуту 32. Когда Иезекий увидел, что пришел Синахирим с намерением воевать против Иерусалима, тогда решил с друзьями своими и военными людьми своими засыпать источники воды, которые вне города, и те помогли ему. И собралось множество народа, засыпали все источники и поток, протекающий по стране, говоря, не дойдут, царя ассирийские, прошедшие сюда, не найдут много воды. И ободрился он и восстановил всю обрушившуюся стену, поднял ее до башни извне и построил другую стену, укрепил мило в городе Давидом и наготовил много оружия и щитов. И поставил военачальников над народом и собрал их себе на площади у городских ворот и говорил к сердцу их, и говоря, будьте тверды и мужественны, не бойтесь, не страшитесь царя ассирийского и всего мужества, которое с ним, потому что с нами более, нежели с ним. С ним мышца плотская, а с нами Господь, Бог наш, чтобы помогать нам и сражаться на бранях наших. И подкрепился народ словами Иезекии царя иудейского. Читать не надо. Обратите внимание. Когда приходят опасности, когда приходит враг и неприятель, народ слабеет. Народ нуждается в укреплении, народ нуждается в ободрении. И Иезекия, видя, что народ ослабел, орабел, действительно, это сложная ситуация. И Иезекия начал говорить Слово Божьей. Оно было настолько просто. Обратите внимание. Слово Божьей, оно великое простотое. Великое простотое. Будьте тверди, будьте мужественны. Так же, как сейчас. Что нас ждет завтра? Какие цены? Какое гражданство? И Господь хочет тебе сказать, будь тверд! И будь очень мужественен! У нас очень мужественны! И не отпустите дрогну твои ноги! И не отпустите дрогну твоя вера! Ты боишься ни в чем противникам! С ними мышца плотская. А с нами Богом. Он говорит, с нами более, нежели с ними. Аминь! Я просто тебе хочу сказать, что ты никогда не боишься врагов! Некогда не боишься врагов! Какими они великими не были! Какими угрозными не были! Какими угрозными не были! Какими оружия у них не были! Некогда не боишься врагов! Некогда не боишься врагов! Не отсложь сатурами издевать твою веру, Деву веру! Зеки проповедовал! Слово Божье! Деву веру! Отвершдал вену! Селу слово искренне! Селу слово искренне! Селу слово веру! Поповедовал непопрежданое слово Божье! И мы с вами говорим! Народ! Укрепился! Народ! Укрепился! С ними мышца плотская с нами Господь! Чтобы сражаться на бронях наших! Аминь! Наш Божь сражается на бронях наших! И дьявол слышит эту проповедь! Дьявол видит этих слушателей! Запомни, как Христос говорит! К любому слушающему Приходит дьявол! И что он делает? В одном случае он повреждает слово! В другом случае он похищает слово! В некоторых случаях он его просто убежает! Поэтому наблюдай, как слушаешь! Если под вечером, тебе легло зерно! Никогда не позволит дьяволу разрушить это слово! Повредить слово! Чтобы не повредилась твоя вера! Аминь! Противостоять дьяволу церкви! Дьявол будет стоять там! Может быть это в лице твоей соседки! Может это в лице твоего мужа, не вершина! Может это в лице твоего друга из соседней церкви! Может это со стороны какого-нибудь вчерашнего или позавчерашнего коллеги! Дьявол начнет оспаривать эту истину! Сатан сказал обстрадать, что потрясает! И посмотри! Он просто потрясает! После этого послал Синахирим царь ассирийский рабов своих в Иерусалим. Сам он стоял против Лохиса и вся сила его с ним к Иезекии царю иудейскому и ко всем иудеям, которые в Иерусалиме сказать! Так говорит Синахирим царь ассирийский! На что вы надеетесь и сидите в крепости в Иерусалиме? Пусть не обольщает вас Иезекия, чтобы предать вас... Не обольщает ли вас Иезекия, чтобы предать вас смерти от голода и жажды, говоря, Господь Бог наш спасет нас от руки царя ассирийского! Нет ли Иезекия разрушил высоты его и жертвенники его и сказал Иуде Иерусалиму перед жертвенником единым? Поклоняйтесь и на нем совершайте курение! Дьявол с великим злом цитирует твои и мои пропаги! Ты понимаешь, как он внимательно писает эти строки? Почему? Потому что именно эти строки он хочет повредить! Он, может быть, лучше запоминает, чем ты! Для чего? Ты должен взять эту мысль, эту строку, и повредить ее! Подвергнуть сомнению! Разрушить ее! И говорит, обольщает вас Иезекия, когда говорит, надейтесь на Господа! Куда там? Куда там? На Господа! Как говорит Синахирим, царя сирийского! Так, как Саннахирипс ослепляет людей! Так говорит Синахирим! Так говорит Саннахирипс! И дальше! И дальше! Обратите внимание! Идет обстрел! Идет обстрел! Идет мощный обстрел! Варен обстрел! Ты понимаешь? Тут ты слышал одно! Только как Господь может помочь! Только уплывание на Господа! Такая простота! И тут выходишь! И слушаешь совершенно противоположные вещи! Идет говорит, пусть не обольщает вас Иезекия! Что вы слушаете? Он вас просто обдурачил! А вы и поверите! Разве вы не знаете, что сделал я и отцы мои со всеми народами земель? Ваат, вы не знаете, что я и моего рода с вами делал? Моглили Боги народам земель спасти землю свою отрукима ей! Ваат, весь пасаулез тату Деву может глобать свою землю? Кто из всех богов народам изстреливших от самима ими мог спасти народ свою отрукима ей? И кто из всех древних народов мог спасти народ свою отрукима ей? Как же возможно Бог вас спасти вас отрукима ей? И как тогда ты Девы успеешь вас избежать от моей руки? И ныне! И так далее! Не обольщает вас Иезекия! Не желает хизкейам вас и прикрап. Не отклоняет вас таким образом! Не верьте ему! Ты слышишь? Чем занимается Дьявол? Да не обольщает вас никто! Качевыми словами! Да пусть не увлечет тебя никто! Религиозная философия! И философия не верит! Пусть никто не обольщает тебя свободным смиреномудрием! Не верьте! Не верьте его! Не верьте его! Пусть не обольщает вас Иезекия! 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 а вы слышали, Алексей взят куда? 10 тысяч долларов, поэтому они сидят там, еще не выгнали, а кто-то пошел уже заявил прокуратуру на Алексею, что он любит деньги, и скоро вертолеты покупать, и дверь он спирс, как эликоптеры. Пусть не обольщает вас изъятия, ему хорошо там скакать на платформе, там мишки долларов, да, миллионы целые склады заполнены, пусть не обольщает вас, не верте его, отгрохал такой дом, конечно, хорошо, так, пусть они даже помогают, дьявол отравляет, никогда не сообщается с людьми поврежденного ума, никогда не позволю, дьявол, оброчить твою благословение, которую Бог дал тебе, через помазание как Божие, твою исцеление, твою спасение, твою освобождение, не променяй за чечевичную богу, не отдай свое первородство, не отдай свое первородство, бесам и демонам, никогда не бросай бисер перед свиньями, никогда не бросай авторитету помазанной церкви в грязь, во имя Иисуса Христа, скажи, отойди от меня, Сатана, тебе ничего не удастся, я люблю мою церковь, я люблю помазанников, я люблю моего руководителя и чечев, я люблю руководителя прославления, я люблю того, кого Бог любит, я не позволю тебе, разрушить мою благословение, не плевать на все твои записки, на все твои новые сенсационные сообщения, я не подходит одна женщина, я спрашиваю от Алексея, скажи, а правда ли, что твоя старшая дочь не закона рождена, я спросил, а вы сами закона рождена? Я спросил, что вы сами сами знаете? Ты еще не то услышишь. Ты еще не то услышишь. Ты еще не то услышишь. Может ты услышишь, что я еще агент, американская контрразведка. Вы знаете, когда ты услышишь такие вещи, ты можешь смеяться дьяволу в лицо. Дьявол ты дурак. Мульчис. Причем круглый мульчис. Аминь. Аминь. Ну самое интересное, что я человеку, у которых вера не тверда, я не против этой дьяволу тверда вера. Я не против этой дьяволу тверда вера. Но есть люди, которые... Куда усклозят? О, да. Я чувствую, как ты слушаешь. Я чувствую, как ты слушаешь. Спасибо, браток. Открыл глаза. Открыл глаза, и они увидели, что они ноги. Открыл глаза, и они увидели, что они ноги. Понимаешь, куда дьявол тебе глаза откроют? На твою попу. Открыл глаза. И все. Это будет самое важное откровение для тебя. И поэтому они уходили от Бога. Потому что они были ноги. Потому что они были ноги. Дьявол даст тебе откровение. Что ты голый. Король то голый. И поэтому голый Адам. Прятался в кустах от Бога. Я не знаю, почему ты прячешься. Кто тебя раздел. Кто тебя отговорил. Кто тебя отговорил. Кто тебя отчистил. Кто тебя отчистил. Кто повредил твою веру. Кто тебя отчистил. Приходи к Богу. Бог даст тебе лучшую одежду. Аминь. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok